Привет всем! Сегодня будет формат «Собираемся со мной». Я вас позвала накраситься со мной моими новинками, которые я уже давно купила, но до сих пор вам не показала. Хочу вам показать тонирующий, омолаживающий крем с SPF от доктора Кондрашовой. Тонирующий крем. У меня он в оттенке номер 3. И хочу показать вам его сегодня на своем лице. Что это за зверь такой? Это уходовый крем, последний этап в моей утренней бьюти-рутине. Ими я завершаю свой уход, и он же мой тональный, который очень легкий, с SPF. Он ничего не перекрывает от слова совсем, но делает очень красивую кожу. Вот, поэтому поехали. Сейчас я вам покажу на одной половине лица данный тональный крем и уход. И мы посмотрим его волшебное действие. Сначала будет казаться, что он не делает ничего. У меня сейчас на лице только уход, тоник, дневной крем. И, собственно, я сейчас наношу свой тон. Здесь у меня есть какие-то остатки прыщиков, поэтому заодно посмотрите, как он перекрывает их. Точнее, он их вообще не перекрывает. Но насколько он сразу красиво делает кожу. Итак, вот наш тональный на одной половине лица. Здесь я не наносила ничего. Здесь, соответственно, наш тональный. Смотрите, как сияет лицо. Он выровнял немножечко тон, сгладил как будто бы поры. Вот, ну, нюансики мои, это, конечно, для консилера уже работа, но не для тонального. Но все равно суть. Я хочу, чтобы вы посмотрели, насколько свежее, ровнее становится тон лица с данным тональным кремом. Сейчас я донанесу на эту часть лица. Можно, кстати, его наносить как руками, так как это просто обычный крем, так и кистью. Я кисть использовала такой вот Artis. У меня Oval 7. Вот, тоже хорошо распределяет. Можно также остатки нанести и на веки. Вот, хорошенечко вокруг носа прорабатываем. Вот, и вот он на той стороне, на которой я уже нанесла его, он такой впитался и достаточно нелипкий. Вот, смотрите, какое красивое свечение дает с утра моему лицу данный крем. Он подстраивается немножечко под текущий оттенок кожи, поэтому у меня он в оттенке 3. Кажется, что он очень-очень такой загарный. Давайте я вот так вот на руку выдавлю. Он немножечко такой даже не загарный, а оливковый, что ли. То есть, видите? Вот, уже рука даже сияет. Вот. Ну, то есть, он подстраивается под тон кожи. Вот здесь у меня рука, видите, более белая. А здесь, где я нанесла, стала такой более загорелой. Вот. Ну, то есть, он еще придает такой очень красивый оттенок кожи. Если сейчас мы после зимы такие синие и зеленые, то вот лицо будет немножечко затонировано. И ему будет придан такой красивый оттенок, видите, прям граница четко видна, где тональный есть, где его нет, кожа насколько сияет. То есть, на руке кожа матовая, как вы видите. И какая она стала. Вот. То же самое происходит с лицом. Все. Крем очень быстро впитался. Абсолютно практически нет никакой липкости. И можно продолжать макияж дальше. Вот. Что хочу сказать вам еще про данный тональный крем. Я его очень долго ждала, очень хотела попробовать. Вот. И я его сравниваю вот с таким вот тональным. Мой любимчик. Это Кле де Позе Фондейшн. У меня его осталось прям совсем-совсем чуть-чуть. Он очень дорогой, очень дорогой. Вот там вот прям на дне прям чуть-чуть осталось. Вот. Я его, конечно же, добью. Это единственный, мне кажется, крем, который я добила просто до самого дна. Вот. То, что за такие деньги невозможно было его не закончить. У меня даже голос пропал. Вот. Но есть шикарнейшая альтернатива. Доктор Контершок. Который стоит намного дешевле. Намного доступнее. Никуда не пропадет. Санкции никакие на него не распространяются. Вот. Поэтому все классно, что у нас есть такая замечательная замена этому тональному. Вот. На всякий случай напомню, что моя кожа жирная. Комбинированная. Через час-два она уже будет сильно сиять. Но тональный, который я сейчас нанесла на свою кожу, будет сидеть до вечера очень красиво. И он никуда не поплывет. Поры он не забивается. Потому что это уходовый тональный крем. Вот. И все с ним замечательно. Вот. Так что кто боится, что он как-то себя плохо будет вести на коже, Я приму этому доказательству, что с этим тональным все прекрасно в течение дня. Вот. Дальше я сейчас продолжу свой макияж. Мне же нужно собраться в итоге. Наношу я сейчас консилер шик в оттенке 02. Он такой достаточно легкий, но тоже хорошо перекрывает все мелкие недостатки. Вот. Для таких вот более крупных, скажем так, проблем на лице он не совсем подходит. Вот. Потому что он... Ну, вы сейчас сами все увидите. Смотрите, под глазами он справился отлично. Сейчас мы нанесем на наше покраснение. Не знаю, что здесь, но в камеру вижу, что что-то красненькое. Вот. Просто хочется немножко убрать красноту. Нанесу румяна. У меня остатки бэка такие вот. Они очень-очень освежающие у меня в оттенке watermelon. Для себя я их использую с удовольствием. Хотя они уже очень давно не продаются. Но так как продукт сухой, ему ничего не делается. Немножко сюда. Смотрите, вообще, мейкап, но мейкап. Обожаю. Обожаю просто такие... Такой макияж. Фрэш. Консилер. Легкий, легчайший тон. Который вообще не видно. Что он вообще есть на лице. Так же всё на веки наносим для гармонии. Немножко так же на лоб. Вот. Для губ заготовлен такой вот блеск. Просто наношу его на все губы. И всё. Вот. Я решила не делать ничего такого экстренного с губами. Потому что, если я их обведу, это уже будет не фрэш макияж. Вот. А так будет посвежее. Ну что. Всё. Я готова покорять этот мир сегодня. Вот так вот тональный выглядит на лице. Как видите, я ничего другого. Ни пудры блюрящей, фиксирующей. Ничего не наносила. Вот как есть. Всё так и есть. Лицо выглядит прекрасно. Я не ощущаю никакой маски на лице. Всё очень легко. Я не вижу на коже вообще, даже при ближайшем рассмотрении, каких-то следов нанесения тонального. Вот. И с ним будет очень комфортно в течение дня. Вот. Поэтому, если вы ещё задумывались о покупке данного тонального уходового крема, то смело пробуйте. Я думаю, что вы останетесь довольны. Вот. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok